В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции возглавляемым вице-премьером Татьяной Голиковой заявили, что никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Об этом сообщили РИА Новости. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны. Петиция, созданная экспертом по конституционному праву Станиславом Станских с требованием к Совету Европы провести срочную правовую экспертизу изменений в Конституцию России, собрала 150 тысяч подписей. Процедура принятия предложенных поправок не соответствует Конституции и текущему законодательству, а также признанным стандартам, что ставит под сомнение легитимность таких масштабных конституционных изменений. То, что преподносится обществу как конституционная реформа, на практике еще больше отдаляет Россию от воплощения принципов демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления и европейских конституционных ценностей и демократических норм, говорится в тексте петиции. Депутат Госдумы от Забайкалья, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал постановление Роспотребнадзора о закрытии в Москве фитнес-клубов, бассейнов и аквапарков в рамках борьбы с распространением коронавируса. Эта мера является адекватной. Кто предупрежден, тот вооружен. Профилактические меры на ранних этапах имеют эффективное значение, заявил Говорин. Он добавил, что люди, лишившиеся походов в фитнес-клубы, могут продолжить заниматься спортом дома. Группе уроженца Забайкалья Ильи Прусикина «Литл Биг» придется записать новую песню для участия в Евровидении в 2021 году, поскольку организаторы запретили использовать композиции, подготовленные для конкурса этого года. При этом организаторы разрешили изменить или же оставить прежних исполнителей на усмотрение каждой страны участника. Продолжение следует...